В Казани испекли и за 5 минут съели хворо с длиной 500 метров. На создание традиционного татарского сладкого угощения ушло около сотни яиц и несколько килограммов муки. В Казани завершился веломарафон «Татарстан за здоровый образ жизни-2016». Спортсмены финишировали возле стен Казанского Кремля. Спортивно-арбитражный суд отложил разбирательство по апелляции российской теннисистки Марии Шараповой. Спортсменка не сможет выступить в этом году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Рустам Мениханов примет участие в работе пятого международного образовательного форума «Салет». Главная тема форума в этом году – от экологии души к экологии природы. Более 700 детей приняли участие в квесте «Скажи, коррупции нет» в набережных Челнах. Следующие два квеста пройдут 25 июля в озоровительном комплексе «Саулык». Экс-игрок Рубина Сергей Семак может возглавить сборную России по футболу. Он уже встречался по этому поводу с представителями РФС, передают известия. На колокольне собора, которая находится на улице Баумана в Казани, открылась смотровая площадка. Она работает каждый день с 10 до 19 часов. Казань стала первым городом с тремя символами для новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. КФУ преодолел барьер в 5000 колоссов и присоединился в списке к Казанскому Кремлю и мечети Кул-Шариф. Ученик 9-го А-класса лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Асхат Сахабиев выступит в составе сборной России на Международной олимпиаде по информатике АЮАЙ, который пройдет в Казани с 12 по 19 августа. В Татарстане появится поликлиника и санаторий стандарта «Халяль». В медицинском учреждении планируется проводить амбулаторное лечение, лабораторные исследования, вакцинацию и общую терапию. С 15 по 17 июля в Казани состоится пятый тату-фестиваль. Здесь тату-мастера и студии предоставят посетителям возможность выбора своего мастера среди лучших татуировщиков. На детском сабантуе в Казанском зообот-саду выступят звезды татарской эстрады. В программе праздника также выступление ростовых кукол, катание на лошади и пони, мастер-классы «Зоомир» и поехали!